Лечиться в Украине станет еще дороже. Аптеки уже меняют цены на свой товар. Ведь большинство импортеров закупают медикаменты по стопроцентной предоплате и в валюте. А курс гривни в последнее время заметно просел. Как отразятся подорожания на пациентах, выясняли наши корреспонденты. В Украине стремительно дорожают лекарства. Аптеки переписывают ценники, едва ли не ежедневно жалуются люди. Дорого. Для меня, как для пенсионерки, очень дорого. Потому что первое лекарство, какое ни возьми, меньше 100 гривен ничего не стоит. Умирать. Что же мы будем делать? Ну что нам делать? Те, кто бывает за границей, научились брать необходимые препараты там. Говорят, так дешевле и качественней. Два раза в месяц бываю, но не в этой стране. Я здесь не живу. Я на три дня приехал, но я плохо отношусь к подорожанию лекарств. Из Польши. Я все покупаю там, я только антибиотик покупаю здесь, потому что там нельзя купить без рецепта. В среднем цены на препараты выросли на 5-7 процентов. Но некоторые лекарства подорожали и на 10-15. Главная причина – обвал гривны. Буквально на днях НБУ, Национальный банк Украины, объявил про подвищение обликовой ставки 16%. Ну, это, мама, не горюй, будет 18, если не до 20% инфляции. Что это значит? Что вот на этот уровень инфляции, ну, мое все подорожчато. В том числе и лекарства. Обеспечить украинцев дешевыми препаратами должна государственная программа «Доступные лекарства». Но с ней тоже не все гладко. Саморадж говорит, что это сыр в мышеловке. Вот выписывал мне то, что надо. Я то покупаю теперь и этим пользуюсь. А то, что там выписывают бесплатно, оно никуда не годится. Они выписывают то, что им не надо. Загальный обсяг рынка леков, ну, приблизительно 60 миллиардов гривен. А так званые доступные лекарства обещают, что будут на миллиард гривен. Ну, вибачьте, 60 миллиардов. И этим миллиардом врятувати какую-то дырку заткнуть. Моя те еще, яка гипертоник. И диабетик. И причем там серьезная стадия гипертонии вытрачает 1,5 тысячи гривен в месяц. А их хочет компенсовать всего 50 гривен. Ну, вибачьте, ну, это просто смешно. В самих же аптеках не на камеру. Массовую переоценку объясняют курсом валюты и повышением прайсов поставщиков. И советуют покупать лекарства, которые еще продаются по старым ценам. Пока и те не подорожали. Татьяна Богданова, Андрей Ярковой. Подробности телеканал Интер.